Михаил Врубель очень любил демонов, и они тоже любили его, только своей особенной любовью. Врубель вообще не должен был стать художником. Он учился на юридическом факультете, в его семье не было никого, кто хоть как-то был близок к живописи. В этом отношении его история очень напоминает жизненный путь Винсента Ван Гога. Тот тоже не имел никакого отношения к живописи, был проповедником, а в итоге? В итоге решил стать художником, чтобы донести до людей всю идею христианства через свои картины. Итак, у Винсента было христианство, а что же было у Врубеля? У него было совсем другое. Это была немецкая философия, а если говорить конкретнее, Эммануил Кант. Ох уж эти немецкие философы, сколько всего сделали они для русской культуры. Куда мы без Гегеля, Шопенгауэра, Ницше? А про Карла Маркса я вообще молчу. Его философию те, кто родился в Советском Союзе, буквально впитали с молоком матери. Итак, у Врубеля был Кант. В его философию он вчитывался совершенно особенным образом. Дело в том, что в категории эстетики Канта главная роль гениев доступна только в одной области. Это область искусства. А задача гения – это работа в сфере между природой и свободой. А кто в 24 года не считает себя гением. А больше всего из всех областей искусства Врубель любил живопись. Поэтому выбор его был очевиден. Врубелю повезло. Несмотря на то, что ему удалось поступить в академию только вольнослушателем, ему удалось устроиться в мастерскую Павла Петровича Чистякова и заниматься у него частным образом. Дело в том, что Чистяков был легендой. Он воспитал практически всех звезд русской живописи 19 века. Среди его учеников были и Репин, и Суриков, и Поленов, и Воснецов, и даже Серов. У них у всех был абсолютно разный стиль. Но все в один голос называли своим истинным учителем только Чистякова. Врубель обучался у лучших мастеров. Постоянно конфликтовал с именитыми коллегами. Чаще всего нападал на Илью Репина. Как-то во время ужина он бросил ему прямо в лицо. А вы, Илья Ефимович, рисовать-то и не умеете. Чистяков рекомендовал Врубеля Андриану Прахову, который на тот момент занимался реставрацией Кирилловской церкви в Киеве. Ему нужен был неизвестный и, самое главное, недорогой мастер, который умел бы работать в академическом стиле. И на первый взгляд Врубель подходил идеально. Только вот по факту вышло совсем иначе. Те работы, которые выполнял Врубель, вышли настолько самостоятельными и настолько уникальными, что ни о какой реставрации памятников XII века не могло быть и речи. Все было бы хорошо. Работы мастера понравились заказчику. Ему готовы были увеличить гонорар. И он мог бы прославиться. Да, мог бы. Но вместо этого в жизнь Врубеля пришла любовь. Бич и вдохновение всех возвышенных натур. Причем он влюбился не просто в какую-то женщину. Он влюбился в жену своего заказчика, Эмилию Прахову. И никак не скрывал своих чувств. В итоге пылкого мастера услали куда подальше, в Рим. Но он вернулся оттуда в Киев и на этот раз уже сделал прямое заявление о желании жениться на Эмилии Львовне. Причем не ей самой, а ее мужу. Итог был предсказуем. Врубеля убрали куда подальше из Киева. Уже потом, через какое-то время, как-то он прогуливался вместе со своим другом по берегу реки. Было лето. Его рубашка была расстегнута. И друг увидел у Врубеля огромные шрамы на груди. Он спросил его, что это такое, и Врубеля ответил ему. Я любил женщину, а она не любила меня. Эта любовь была невозможной. И в итоге я резал себя, потому что только в тот момент мне становилось немножко легче. Новый этап в жизни художника начался в Москве. Именно здесь он познакомился со своим главным благодетелем и меценатом Саввой Мамонтовым. А еще до этого у Врубеля случился очень серьезный кризис веры. В тот момент, когда он работал над картиной «Моление о чаше». Вот что в одном из писем он писал сестре. «Рисую и пишу изо всех сил Христа. А между тем, от того, что вдали от семьи, вся религиозная обрядность, включая и Христово воскресенье, мне даже досадны, до того чужды». Странно, но именно работая над росписью киевских церквей, Врубель пришел к теме, которая не оставляла его уже до самого конца жизни. Он обрел своего демона. Демон стал визитной карточкой Врубеля, его поражением и его триумфом. Многие считают, что серия полотен и скульптур мастера – это всего лишь своеобразная иллюстрация к одноименной поэме Михаила Лермонтова. Но это не совсем так. Произведение Лермонтова – первопричина. Но в сознании Врубеля изменилось все, причем изменилось самым причудливым образом. Демон у художника не дух зла. Нет, он душа самой природы, самого мира и самого мастера. Дело в том, что у Врубеля был совершенно свой особенный взгляд на окружающий мир. Он считал, что природа населена духами. И эти духи и есть настоящая ее сущность. Только увидеть ее могут далеко не все. Таким образом, история демона в сознании Врубеля превращается совершенно в другой сюжет, чем мы видим в поэме Лермонтова. Это история о смерти этого мира. И она дана нам в трех этапах. Этап первый – размышление. Это демон сидящий. Этап второй – сражение. И это демон летящий. И этап третий – поражение. Это демон поверженный. Символично, что последняя картина трилогии должна была быть и самой яркой. По замыслу Врубеля демон должен был умереть. Но умереть в блеске своего триумфа. Для этого художник очень долго разрабатывает свои собственные краски на фосфорической основе. Он не закончил свою картину даже ко дню открытия выставки, которая состоялась в 1902 году. Публика увидела не только само полотно, но и мастера, который заканчивал работу над картиной. По сути дела, это был первый перформанс в истории изобразительного искусства. Что же не нравилось Врубелю? Ему не нравилось выражение лица самого демона. Его взгляд становился все строже и строже. На нем уже проявился гнев. А еще ему казалось, что краски недостаточно яркие. И теперь они доходили буквально до гротеска. Алый венец над головой героя сиял уже ярким пламенем. Перья павлина светились золотом и переливались. Да, это действительно была смерть в настоящем триумфе. Но в итоге, в итоге получилось совсем иначе. Умер и замысел Врубеля. Дело в том, что краски действительно были яркими, но оказались недолговечными. Картина начала темнеть еще в последний день выставки. И сегодня мы видим только оставшийся результат. Это по-прежнему очень яркое полотно, но лишь бредная тень того, что было в самом начале. Поверженный демон принес Врубелю признание. Но сам художник не смог насладиться его плодами. Практически сразу после завершения картины Врубеля забирают в психиатрическую больницу. Он лечится там год, ему становится лучше. Он наконец-то возвращается домой, чего очень долго ждал. Но там, дома, происходит другая трагедия. Умирает его единственный ребенок. Врубель проявил небывалое мужество. Он успокаивает жену, которая не в силах была справиться с этой трагедией. Сам организует и занимается похоронами своего единственного любимого сына. И уже потом, когда все будет закончено, скажет своим родным. Везите меня в больницу, а то я тут вам делов наделаю. Художник все реже бывал в сознании. А в 1906 году он окончательно ослеп. Еще до этого момента ему удалось написать два своих последних шедевра. Это «Шестикрылый Серафим» и «Видение пророка из Экииля». Он снова вернулся к христианству. Но на этот раз образы не дарили утешения. Нет, они скорее пугали. Врубель думает, что религиозность и соблюдение поста поможет ему избавиться от болезни, поможет побороть свой недуг. Но нет, этого не получилось. А в обществе слава живописца все больше росла. В 1905 году художнику наконец-то присвоили статус академика. Но ни на одном заседании Врубель так и не появился. Впрочем, в своем новом почетном статусе в здании академии он все-таки был. В день смерти художник поднялся с кровати и обратился к слуге, который опекал его в больнице. Он сказал ему, «Николай, собирайся, поедем в академию». И поехали. На следующий день там был выставлен гроб с телом Врубеля. А вы звоните в колокола. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok